Здарова народ! Это долгожданный обзор нового российского волейбольного мяча Valar VL100. Думаю ни для кого не секрет, что с этого сезона все профессиональные российские клубы, вышки и суперлиги перешли на мячи отечественного производства. И сейчас мы с вами подробно поговорим об этой новинке. Поехали! В процессе подготовки к этому обзору я немного погрузился в вопрос изготовления мячей и попросил прислать видеоматериалы с производства, чтобы была возможность сравнить Valar с Mikasa, в которой мы все привыкли играть. Очевидно, что Valar полностью повторяет дизайн Mikasa. Они оба имеют 18 панелей и идентичный рисунок. Данное размещение панелей отлично себя зарекомендовало, поэтому зачем изобретать велосипед, когда его уже сделали за вас? Панели Valar сделаны из матового синтетического материала с технологией, похожей на дабл димпл, как в Mikasa V200W, и имеют текстуру, напоминающую кожу. У Mikasa V300W панели идут гладкими. Если хотите более глубоко погрузиться в мир волейбольных мячей, в моем телеграм-канале есть подробный пост, чем отличается V200 от V300W. Там вы всегда сможете найти информацию, какие мячи стоит покупать и где лучше всего это сделать. Ссылку найдете в описании. Ниппель у Valar идет вровень с панелями. У 200 и 300 Mikasa он немного утоплен внутрь. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Тактильно он не ощущается. Один из самых частых вопросов по поводу мяча, насколько же практично делать мяч белым. Давайте вернемся немного к истокам. Белыми мячами играют с 50-х годов прошлого века. Найдите архивные видео и посмотрите, чем играли 50-60 лет назад. Там есть как белая синтетика, так и коричневые кожаные мячи. Очень многие со школы помнят белые мячи гала, которыми играли годами. И ни у кого не возникало вопросов по поводу маркости мяча. Честно говоря, одни из моих любимых мячей в коллекции это белые мячи Тачикара и Вилсон. Без преувеличения считаю, что это лучшие мячи для детей, но их невозможно купить в России. Вот так выглядит Molten после нескольких лет игры в зале и на улице. На пляжных Mikasa тоже есть белый цвет. Почти у всех мячей гала это основополагающий цвет. Есть шикарный синий-желтый Mikasa, но его при темном освещении плохо видно. Есть канадские красно-белые и зелено-белые Mikasa. Тоже шикарно выглядит. Но отечественные производители решили сделать такую цветовую гамму основной. Можно, наверное, было добавить красный цвет и была бы параллель с флагом России, но в принципе такие мячи на рынке уже есть давно. Почти вся линейка мячей гала. Интересный факт. В Аргентине тоже играют бело-синими мячами от компании Pintier. И если следите за мировым волейболом, то видели, что им это не мешает занимать высокие места на международных турнирах. На рынке есть всего несколько мячей, прошедших сертификацию FVB. Это Mikasa V200-300W, All6 V900 от Decathlon, Корейский Star VB225-34, Molten V5M5000 и Gala BV55-91S. Хотя у Gala вышел уже новый мяч BV55-95S, пока не прошедший сертификацию, но думаю это вопрос времени. Если интересно посмотреть актуальный список мячей, официально прошедших сертификацию, напишите в поисковике FVB Homologated. Сейчас там документ от 20 апреля 2022 года. Общепринятый стандарт профессионального мяча для классического волейбола выглядит так. Он может быть разноцветным или полностью белым, длина окружности мяча 65-67 см, масса 260-280 г. Внутреннее давление 300-325 г на сантиметр квадратный. Не берем во внимание детские облегченные утяжеленные мячи. В пляжном волейболе другие стандарты. На экране вы сейчас видите весь протокол испытаний мячей для сертификации. Каждый мяч, даже в одной линейке, уникален. Для примера два одинаковых мяча Микаса V200W из одной партии могут иметь разницу в весе более 10 грамм. Специально для проверки попросил у друзей коробку новых мячей V200W и искал среди них самый легкий и самый тяжелый. Как итог 265 и 274 грамма соответственно. И так всегда, все мячи имеют минимальное отличие друг от друга в рамках допустимой погрешности. Даже кроссовки левая от правого могут иметь разницу в 20 и более грамм, поэтому никогда не делайте выводы по единичному экземпляру. Это касается любого мяча и бренда, главное чтобы они все укладывались в ранее указанные стандарты. Мячи Valar, которые у меня есть на руках, имеют следующие характеристики. 265 грамм и 658, 269 грамм и 660 и 271 грамм и 660 миллиметров окружность. Все новые мячи Valar поставляются в накачанном состоянии для того, чтобы избежать брака по непелю. Поэтому вероятность в рознице найти мячи, которые будут спускать, крайне мала. Микаса, если что, в таком же виде поставляет изначально с производства. Просто их спускают для того, чтобы они меньше занимали места при транспортировке в Россию. И именно здесь иногда происходит повреждение мяча, когда неосторожным движением руки кто-то прокалывает камеру с внутренней стороны. Я уже общался с ребятами, кто занимается ремонтом мячей. Понимание того, что с ними бывает и почему, у меня есть. Позже об этом будет отдельное видео. Сейчас я бы хотел дать слово профессиональному волейболисту и автору ютуб-канала «Не мастер спорта» Александру Пятому. За месяц тренировок мячами Valar мы, конечно, командой обратили внимание на следующие отличия от мячей Микаса. Это материалы поверхности. Мяч Микаса, он более, наверное, что ли липнет к рукам. То здесь материал более мягкий и, наверное, такой приятный на ощупь. Следующее отличие, которое бросается в глаза, это отскок мяча Valar от пола. Он более отзывчивый, чем у мяча Микаса. Также вы сейчас обратите внимание, на свои разминки я использую обычные удары в пол под себя. То мяч Микаса отскакивает после него чуть-чуть выше плаката. Ну и, конечно, будет интересно, насколько отскочит мяч Valar. Есть у меня ощущение, что в нашей российской суперлиге этим мячом будут ставить рекорды силовой подачи. Теперь поговорим о технической составляющей. Отдельное спасибо производителям, что предоставили всю необходимую информацию и не побоялись критики в свой адрес и за то, что прислали видео-ответы на мои вопросы. Фото мячей, которые были распространены с отклеенными панелями, это промо-мячи без клеевой основы, которые были выпущены для визуального предоставления и согласования, а не игры. Текущие панели невозможно отклеить от мяча. Это приводит к отрыву материала, а не отслоению панели. Технология ниппеля в Valar полностью повторяет Микасовскую по длине и толщине, поэтому в случае необходимости его замены проблем не возникнет. Толщина панелей обоих мячей идентична, как и вес с окружностью. Многие писали про кривые швы у Valar и стыки между панелями, так они и на Микасах такие же. Я вам больше скажу, так у всех мячей, особенно если сравнивать в спущенном состоянии. Многие почему-то считают это браком, но это норма. Скоро об этом тоже будет отдельное видео. В таком случае вопрос, почему же Valar имеет другой отскок, если полностью повторяет Микасу? Мяч имеет смещенный центр тяжести в сторону ниппеля. Так как у меня есть несколько мячей из разных партий, я решил проверить это дома. На мяч я наклеил бумажку, чтобы вы понимали, где находится противоположная сторона от ниппеля. И почти всегда мяч начинает свое движение в сторону ниппеля, что говорит о том, что эта сторона немного тяжелее противоположной. В официальном видео с презентацией Valar видно, что он имеет другое армирование мяча. Микасы плетутся в круг, Valar обклеиваются сеткой. Образно говоря, это как колбаса в сетке. Там, где меньше армирования, мяч имеет большее деформирование и тем самым получает небольшое смещение при сдавливании. Отсюда и непредсказуемый отскок в приеме. Для теста я собрал импровизированную установку с направляющими, в которой решил проверить высоту отскока и степень сдавливания всех официальных мячей под весом 10 кг. Valar имеет самую большую упругость из всех мячей, то есть для его приема силовой подачи необходимо будет сильнее смягчать, особенно если в зале низкие потолки. В данном видео я не выступаю адвокатом Valar, скорее судьей, который выслушал мнение всех сторон и на основании этого делает выводы. Имею ли я право судить? Скорее да, чем нет. У меня в коллекции уже более 150 мячей и почти в 7 я играл, и мне есть с чем сравнивать. Сомневаюсь, что кто-то имеет больше опыт, чем я в этом деле. Я очень часто на тренировке носил сразу 6 разных мячей, чтобы каждую партию играть новым, и всегда приходилось привыкать к новому мячу. Это необычное ощущение, когда мяч вроде такой же, но летит и принимается уже совсем по-другому. Стоит ли покупать Valar сейчас? Ну как бы, а зачем? В Новосибирске Valar стал официальным мячом БВЛ, но вот в Екатеринбурге, например, нет. И мы весь год будем играть микасами, поэтому для нас нет смысла покупать Valar, а вот для новосибирцев есть. Если вы не играете на соревнованиях, где основной мяч микаса, или хотите купить для тренировок ребенку, пожалуйста, мяч максимально дружелюбный. Он намного мягче двухсотки и не требует разбивки или привыкания. На любительском уровне можно играть им спокойно. Если у вас еще не было возможности пощупать Valar, они похожи на мячи Галла по тактильным ощущениям. Отскок, прием и подача Valar отличаются от микасы, но кто сказал, что все мячи должны быть как микаса? Галла, Молтен, Стар тоже своеобразные мячи. Я лично фанат играть как раз таки нестандартными мячами, чего не могу сказать о людях, которые меня окружают. Понятно, что для тех, кто зарабатывает на волейболе деньги, качество мяча имеет большое значение. Но будем честны, по обе стороны площадки мяч одинаковый, поэтому все в равных условиях. Однозначно могу сказать, что Valar прыгучий чем нужно, что и доставляет большие неудобства при высоком уровне игры. На любительском же просто стало намного приятнее получать мячом по лицу. Это очень хорошо, что в России появился собственный производитель мячей. В будущем это дает шанс избавиться от зависимости мячей микаса. Честно говоря, продукт, судя по всему, сырова для суперлиги, но в любительском волейболе другие скорости и другие требования. Посмотрите на тренировки большинства секций. Там в корзине может лежать 20 мячей различных брендов, ведь играют ими. Как поведет себя мяч на длинном интервале времени, я не могу сказать. Ни у кого из нас еще не было такой возможности протестировать его в долгую. Данный мяч будет с годами дорабатываться, и наверняка поменяется и способ армирования, и материалы мяча. Ну а сейчас имеем, что имеем. Брать или не брать, решать только вам. Как я понял, совсем скоро мячи Valar поступят в розничную продажу. Цен на момент написания сценария, к сожалению, не знаю, поэтому будем посмотреть. В перспективе под этим же брендом должны еще выйти мячи для снежного волейбола и для пляшки. Их я тоже с удовольствием протестирую и сделаю обзор. Как там принято говорить? Valar, свяжитесь со мной. Могу помочь в тестировании мячей, не обязательно топовых моделей. Наверняка будет и линейка для любительского сегмента. Совместными усилиями мы сделаем лучшие мячи для российского рынка. Так как это первый сезон мячей Valar, скорее всего в ходе сезона будет собрана вся обратная связь от клубов Суперлиги. И при необходимости мячи доработают к следующему сезону. Бренду Mikasa более 100 лет. Они безоговорочно мастодонты рынка в вопросе производства волейбольных мячей. По объемам продаж с ними сравниться нельзя, но в качестве подтягаться все-таки возможно. Все турниры, проводимые под эгидой FIVB, играются мячами Mikasa. Но вот например в Америке, федерации АВП, пляжный волейбол проводится мячами Wilson местного производства. В этом сезоне они еще выкатили мяч для игры на траве. У Wilson была попытка захватить рынок классических мячей, но они выпустили неудачную серию. И кстати тестировщиком которой я тоже был. И судя по всему решили дальше не двигаться, потому что получили контракт с НБА и все производственные мощности отдали туда. В Японии производят Molten и Mikasa, в Америке Wilson, в Чехии Gala, в Корее Star, в России теперь Valar. Любой новый мяч всегда вызывает больше вопросов, чем принятие. На старте продаж Mikasa V200W все плевались, потому что он отбивал руки. И на его разбивку требовалось время. Новые пляжные мячи тоже встретились с неособым восторгом. Но сейчас все играют и не жалуются. Некоторые неженки по-прежнему продолжают искать MVA200, который был сильно мягче V200W. Валар VL100 одобрила VFV для использования на официальных играх. Значит их устроило качество валаров. Это не прихоть производителей и вы не встретите открытые негативные высказывания от игроков Суперлиги в адрес этих мячей. Они все выражаются очень сдержанно, говоря свои ощущения в сравнении с Mikasa. Во-первых, они боятся это сделать. И это понятно. Во-вторых, их отзывы мало чем помогут обычным любителям. Мы с вами никогда не увидим мяч на той скорости, которую играют они. Я же в свою очередь тестирую немного по-другому. Сравниваясь с десятками мячей и подходя к вопросу как инженер. За 6 лет моего творчества контент с каждым годом становится только лучше. То же самое будет и с Валарами. Возможно, VFV немного поторопилась со сменой мячей для Суперлиги. Но это хороший шаг в сторону независимости от Mikasa. Понятно, что сейчас найдутся сотни недовольных, но вонять в комментариях все равно, что бить крапиву палкой. Хотите что-то изменить? Поделитесь конструктивным мнением. Приложите доказательную базу и отправьте ее производителю. Лично я так и сделал. И возможно я буду причастен к улучшению мячей в будущих партиях. А пока имеем, что имеем. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Спасибо, что поставили лайк и поделились этим видео с другом. Это помогает в продвижении канала. С вами был Егор Пупынин. Удачи на спортивной площадке и за ее пределами.